Парадоксальная диета, известная также как диета гандри, считается безлектиновой. Если ты впервые слышишь слово лектин, это нормально, поскольку мнение о нем пока не имеет никаких научных подтверждений. Итак, лектины, это белковые соединения, которые вроде бы вызывают воспаление в организме, мешают потере веса и здоровью в целом. Некоторые последователи диеты сообщают, что адаптировали ее под свои аутоиммунные заболевания и потеряли 10-20 килограммов. Мнение диетологов, впрочем, расходится. Оно и понятно, парадоксальная диета запрещает многие продукты, которые считаются полезными для здоровья. Вот примерный список того, чего нельзя есть при переходе на это питание, словом, ужасные лектины содержатся примерно в трети продуктов, которые едят люди. Так, разрешены только сезонные фрукты, когда в них меньше лектинов, кисломолочные продукты, брокколи, лук, морковь, мясо, дикая рыба, и биодобавки, которые продает автор диеты. На самом деле лектины, это вещества, которые помогают растениям противостоять вирусам, солнечной радиации и вредителям. Последователи этой диеты считают, что лектины наносят организму вред, хотя самым свежим исследованием в этой области больше 20 лет и проводились они на крысах. Где же правда? В больших количествах лектины из необработанной пищи, например, сырых бобов, могут воздействовать на стенки ЖКТ и мешать усвоению некоторых веществ. Но любая обработка снижает их количество до безопасного, говорят специалисты. К тому же польза овощей и фруктов значительно превышает потенциальный, и считай, недоказанный, вред. В принципе да, но не за счет исключения лектинов. Убирается готовая еда, добавленный сахар, вот и результат. А вот отсутствие зерновых может плохо сказаться на работе организма. Таким образом следовать этой диете не рекомендуется, потому что ее польза не доказана.